МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фракция КПРФ давно говорит о необходимости централизации всего здравоохранения. Недопустимо, когда в одной стране качество и доступность медицинской помощи зависят от региона проживания. Я напомню, что сегодня заработные платы медицинских работников в зависимости от региона проживания отличаются в 4-5 раз, подушевое финансирование медицинской помощи отличается в 3-4 раза. И, соответственно, совершенно разные возможности для получения медицинской помощи, в том числе лекарственного обеспечения льготного, у жителя, например, города Москвы и у жителя условного Кургана, либо другого какого-нибудь отдаленного региона. Естественно, в рамках одной страны, в рамках одного государства, даже федеративного, это совершенно недопустимо. Поэтому мы настаиваем и настаивали ранее на формирование централизованной единой системы здравоохранения. Первый шаг, мы надеемся, это согласование министра здравоохранения. Второй шаг – это централизация территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Третий шаг – это единые базовые нормативы финансирования всех регионов. И если есть какие-то различия, они должны быть обусловлены объективными факторами, климатическими факторами и другими, которые сегодня есть и которые рассчитаны. Ну и, естественно, повторяю, качество, доступность медицинской помощи, в том числе доступность льготного лекарственного обеспечения, никаким образом не должна зависеть от региона проживания. Второй блок вопросов, который сегодня будет рассматриваться во втором чтении, это вопросы, связанные с ограничениями для наших госчиновников, военных, спецслужбистов в части выполнения или продолжения сегодня положения Конституции Российской Федерации, в части запрещения иметь двойное гражданство. Мы в очередной раз внесли свои поправки и наставим на том, что кроме того, что самому чиновнику, военнослужащему, в том числе высшего состава, сотруднику ФСО и других организаций, кроме того, что ему запрещено иметь гражданство иностранного государства, ему должно быть запрещено иметь зарубежную недвижимость, потому что это тоже хороший крючок, за который можно будет человека в любой момент дернуть. Второй момент, мы считаем, что в число тех, на кого должны распространяться ограничения, необходимо включить не только чиновников, но и, например, руководителей, членов правления наших крупных госкорпораций, которые работают, в том числе, с военной тайной. Мы говорим о Ростехе, мы говорим о Роскосмосе, мы говорим о Росатоме, и соответствующие поправки мы подготовили. Ну и, наконец, еще один законопроект, который будет рассматриваться в первом чтении, это законопроект, который позволяет, по заявлению должника, оставлять ему минимально необходимую сумму для проживания, тот прожиточный минимум, о котором долго говорится. Сегодня будет рассмотрено два законопроекта, автором одного из них является «Единая Россия», автором другого – «Справедливая Россия». Но я хочу напомнить, что ровно год назад, при рассмотрении одного из законопроектов, фракция КПРФ вносила точно такое же предложение, которое обосновано, которое объективно необходимо и которое давно назрело, но, к сожалению, в тот момент оно было отклонено. Сейчас оно внесено ведущей партией, якобы долго согласовывали, якобы долго там согласовывали какие-то детали, но это в очередной раз подчеркивает все-таки некое подчиненное положение Государственной Думы, которое якобы убеждало правительство Российской Федерации в течение трех лет о необходимости подобного нового введения. Хотя, повторяю, объективно, с точки зрения наших избирателей, оно давным-давно назрело. Нельзя оставлять человека без средств существованию в рамках вот этих судебных решений, причем в большинстве своем они как раз связаны с претензиями разного рода микрофинансовых организаций, которые наращивают колоссальные долги под 300, еще совсем недавно, 400, 500 и 600 процентов годовых, ну и фактически лишают источника существования наших пенсионеров, малоимущих граждан, ну и тех, кто просто немного зарабатывал. Есть законопроект, который вносит изменения в два закона федеральных. Это закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации и закон об образовании в Российской Федерации. Мы поддерживаем этот закон, поддерживали его и во втором чтении, и в первом чтении, поскольку речь в нем идет об очень важных вещах, о том, как теснее состыковать детско-юношеский спорт и образовательные процессы. Мы убеждены в том, что это очень важное направление законотворчества. Что здесь данный закон впервые, как говорится, устанавливает и определяет, какие важные вещи. Во-первых, он дает четкое различие, уточняет различия между понятиями детско-юношеский спорт и спортивная подготовка, тем самым разводя такие вещи, как занятие ребенка физической культурой и спортом в целях укрепления здоровья, в целях физкультурно-спортивного развития, либо когда он участвует, повышая свое спортивное мастерство и направлен на достижение высоких спортивных результатов. Это важный момент, который уточняется и который должен быть учтен в этой деятельности. Далее четко формулируется, что спортивная подготовка и детско-юношеский спорт являются одними из форм дополнительного образования. Отсюда вытекает целый ряд вопросов, соответствующие программы, а значит и деятельность тех, кто осуществляет спортивную подготовку и тренирует детей, тренеры, они должны тоже получить какой-то педагогический статус. Этот статус им данный закон придает. Вот вводится понятие тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель. И что очень важно, по нашей поправке, по поправке коллеги из нашей фракции Олега Смолина, значит эти тренеры-преподаватели и тренеры-старшие преподаватели теперь будут иметь возможность того, что их стаж работы будет зачисляться в педагогический стаж, что важно для определенных социальных, решения социальных вопросов. Повторяю, мы это поддерживаем. Но другое дело, вот вчера, допустим, рассматривался закон внешний, который тоже выглядит как поддержка развития талантливых детей, детского творчества и так далее. Закон этот назывался о внесении изменений, точнее два закона, о внесении изменений в бюджетный кодекс и в налоговый кодекс Российской Федерации в связи с понятием федеральной территории, ну а конкретно у нас одна такая федеральная территория в данный момент определена законом декабря 2020 года, это территория Сириус, который в настоящий момент представляет собой муниципальный городской округ в рамках территориальных, еще административно-территориальных города Сочи и субъекта федерации Краснодарский край. Чем мотивируется эта необходимость развития этой федеральной территории? Двумя вещами. Во-первых, облегчить содержание олимпийских объектов, которые с 2014 года и ранее представляют значительную обузу для бюджета субъекта федерации Краснодарского края и муниципального образования город Сочи. Там этих объектов много, напомню, в низменной части, значит, Сочи, и в Адлерском районе, говоря старыми административными мерками. И все они требуют очень больших, миллиардных затрат суммарно на их содержание ежегодно. Другая мотивировка сторонников, значит, принятия и развития этой федеральной территории, то, что есть Всероссийский инновационно-образовательный центр Сириус, в котором идет подготовка развития детских творческих талантов и способностей. Но мы не против этого. Мы это поддерживаем. И задача содержания олимпийских объектов, и задача поддержки талантливых детей, развития различных способностей, инновационных возможностей и так далее. Все это очень важно. Но нас смущает то, что и декабрьский закон принимался с какой-то спешкой в торопях. Нас смущает то, что совершенно неурегулированы вопросы, и не видно из вчера рассматривающихся в первом чтении законов, как будут отрегулированы все-таки межбюджетные отношения, из каких источников будет финансироваться вот то самое содержание олимпийских объектов, как будут решаться на территории округа Сириус злободневные, повседневные вопросы, жилищно-коммунальное хозяйство, кто это будет осуществлять, как будут переданы полномочия на этот счет, допустим, вопросы медицинского обслуживания, медицинской помощи людей, которые будут проживать на этой территории, как будет действовать система обязательного медицинского страхования, дающая гарантии этой самой медицинской помощи и так далее. На эти вопросы мы не получаем пока ответа от разработчиков. Вчера я спрашивал, а что будет с транспортным налогом на этой территории. Пока не ясно. В Краснодарском крае действует, допустим, льготная пониженная ставка транспортного налога для определенных категорий граждан. Есть понятие курортный сбор, потому что Краснодарский край и город Сочи входят в территорию, которая определена законом федеральным об эксперименте по курортному сбору на наряде территорий. Эти вопросы не имеют на сегодняшний день ответа, поэтому какой-то туман, если так можно выразиться, вокруг этой территории с точки зрения внесенных инициатив, поэтому наша фракция и в декабре, и вчера воздержалась от голосования, воздержалась от поддержки. Эти вопросы, на наш взгляд, должны быть более детально и тщательно проработаны и затем внесены, потому что уже осенью состоятся, должны состояться, согласно закону, выборы в Совет федеральной территории Сириус, и дальше этот орган публичной власти приступает к исполнению своих обязанностей. Но не решены до сих пор очень многие, повторяю, межбюджетные вопросы, вопросы налоговых взаимоотношений, налоговой системы. Вчерашние законы пытаются эту проблему решить, показывают, что они должны быть решены, но решение они предлагают, на наш взгляд, пока не удовлетворительное. Будем стараться поправить ситуацию. Мне не безразлично, потому что я депутат, представляющий территорию Краснодарского края, избран от этой территории, и мне не безразлично, каким образом будут решены вопросы, как это повлияет на бюджет Краснодарского края, как это повлияет на бюджет Сочи, входящего в состав края, как будут решены все эти очень важные и серьезные вопросы. Продолжение следует...